Друзья, всем привет! Сегодня знаете, о чём речь пойдёт? О Чечне. Вы скажете, да ладно, неужели там что-то случилось? Да, там произошло кое-что. Один чеченский полицейский подал иск на 300 тысяч рублей блогеру антиполицая 05. Нашему, дорогому и любимому Ибрагиму. Знаете за что? За то, что Ибрагим направил на него регистратор. Я даже не знаю, что сказать. Во время проверки документов. Вот так вот, ребята. Нет слов. Несмотря на то, что Ибрагим очень вежливо и хорошо отозвался об этом полицейском, в конце ролика он даже добавил титры, что чеченцы молодцы, всё классно, я очень доволен видеть их на дороге. Несмотря на всё это, да, несмотря на все положительные моменты, этот вот полицейский Степанов, ох, ё-моё, я ж озвучил его персональную фамилию. Ты чё, с ума сошёл? Персональные данные, как он считает. Дело в том, что в исковом заявлении вот этот Степанов написал, что были озвучены его персональные данные. Ну, вы посмотрите ролик, да, там что говорится о том, что персональные данные озвучены. Так вот, Степанов, я тоже назвал твою фамилию. Ты можешь на меня тоже подать в суд на 300 тысяч рублей. Ну, ещё больше заработаешь. С Ибрагима поимеешь 300 тысяч, с меня поимеешь 300 тысяч. Вот, а почему бы и нет, чё, станешь богатым, глядишь, и, может быть, работать в полиции не придётся. Ещё! Да ещё! 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 Только вот одна проблема, Степанов, инспектор, где ты в этот момент находился? Ты вроде как бы в общественном месте был или нет? А может быть, ты не при исполнении был? А, так ты ещё и при исполнении был? Подожди, а как вот при исполнении вообще можно заниматься личной жизнью на работе? Вот, вот мне что непонятно. Вроде бы, как бы, Ибрагим не к тебе домой ворвался, чтобы тебя снимать твою личную жизнь? Может быть, ты там чем-то с напарником занимался? А, Степанов? Чё у тебя там за личная жизнь такая была? Ты же вроде при исполнении. Мой бог, застрай его, друг друга в жопу выжжет. Я не знаю, как. Вообще, очень любопытно, что он будет говорить в суде. Вот. И ещё, знаешь, чё Степанову хотелось бы сказать? Знаешь, в чём вся проблема? А ты уверен, что Ибрагим это всё публиковал? Ты же, как бы, на него иск подаёшь за публикацию? А ты не подумал, что это я был? А, Степанов? Ну нахер? Отец! У тебя есть прекрасная возможность подать на меня тоже иск. Сразу два иска. А можно же и больше. А вдруг там кто-то ещё опубликовал, Степанов? А вдруг кто-то ещё там твою фамилию назовёт? Это ж вроде, как бы, Степанов считает, что озвучивание его фамилии считается, как персональные данные. Так вот, Степанов, за то, что я опубликовал это видео, вот, пожалуйста, подавай на меня иск. Друзья, всех приветствую. Вот этого человека узнаёте? Саламу алейкум. Значит, я владею информацией, его логином, паролем. Я, Саня Даг, опубликовал это видео, которое разместил на его канале. Публикацию делал лично я. Прошу Степанова подать исковое заявление. Степанов, я это сделал, я опубликовал видео. Уважаемый сотрудник ДПС Степанов Юрий Николаевич, допущенные вами грубейшие нарушения вынудили меня выставить данный видеоролик на своём ютуб-канале. Ольга Сафранова. Степанов, а с чего ты взял, что это антиполицай 05 опубликовал? Это я опубликовал. Да нет, это я опубликовал. Вы чё, ребята, антиполицай 05 не опубликовал, это я опубликовал. Степанов, ты внимательно смотрел ролик, это я Саня Адыгея опубликовывал. Понимаешь? Ты там разберись сначала, узнай, кто опубликовывал. Алло, Степанов, ты чё-то попутал, видать, но людей наговариваешь. Это я, вот я, я, Павел, тупой комяк канал, вот я залил твоё видео. Так что ко мне обращайся, если что. Степанов, это я распространил видеоролик про тебя. Так что можешь подавать на меня в суд иск о защите чести и достоинства, в Гулькевичский районный суд по месту жительства ответчика. Остановитесь! В общем, ребят, вот такая у нас происходит странная ситуация. Все хотят отвоевать своё право на публикацию. Пострадало несколько журналистов, сейчас они находятся на госпитализации. Надеюсь, там санитарки справятся. Дело в том, что они там сейчас до сих пор воюют за своё право. Самый интересный момент мы получили от журналиста Валерия, да, вот как он сообщил, когда он пошёл на кухню, выпить чаёк, отлучился от компьютера, по клавиатуре пробежалась кошка. Вот. И так получилось, что это видео публиковалось на канале Антиполиция 05. В общем, допросили кошку, кошка призналась в том, что эту публикацию тоже сделала она. В общем, кошка готова выплатить мышами, так как денег у неё нету, она готова выплатить только мышами, пойманными. Она готова ловить мышей до тех пор, пока не возместить этот иск и все эти мыши достанутся Степанову. Вот. В общем, а как вы подумаете, да, как по этому поводу считает сам Ибрагим? Ибрагим, да, он тоже будет отставить своё право на публикацию в суде. По крайней мере, у него самая первая в этом есть возможность, на него, на самого первого подали выиски, и он тоже будет отставить своё право. А что делать нашему Степанову? Знаете, в чём проблема? Дело в том, что иск оплачивается за возвещение какого-то ущерба, правильно же? А что делать Степанову? Наверное, скорее всего, Степанову придётся пойти в психотерическую больницу, взять справку. Так и так, вот, моя честь и моё достоинство, они были унижены. В общем, вот такой с него получился обиженный человек, да. В общем, наверняка Степанов пойдёт, возьмёт эту справку с больницы, предоставит материал о том, что у него поехала крыша. В общем, придётся, наверное, ему всё-таки уволиться с отдела полиции, так как, ну, белый билет, сами понимаете, ему не даёт право служить полиции, как он будет там находиться, как морально неустойчивый полицейский. Вот, ну, в принципе, это его проблема. Наверняка, после того, как Степанов построит свой дворец, да, наверняка, в принципе, ему служба в полиции не понравится. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Ну, мы будем наблюдать за ситуацией, но сейчас давайте вообще посмотрим вообще это видео. Вы, наверное, сейчас удивитесь, а что в этом видео было не так, что в этом видео было плохое, да? Ну вот, давайте посмотрим, смотрите, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Документы? Да. Документы-то поздно, товарищ инспектор, а с нарушением зачем останавливаете? Проверка документов. Можно уже даже тренировочкой. Тренировка запрещена? Да. Какие спорты? Парниска, разрешите, пожалуйста. Там же было? Нет. Света пропускаемость боковых стекла должна быть 70%, лобового стекла 75%. Автобус, да? Да. Куда направляется? Хасоверт. Водитель автобуса. Наличь должно быть 2 метра жителя, где аптечки. Будем проверять. Все есть. А как вы определили? Вообще причина остановки какая была? Вот, да. Безвлекарный короб. Машин тонер. Визуально я увидел. Визуально? Вставание 654 приказа, да. Вектор ДПС может остановить. Как визуально с помощью спецтреста, это видеофиксация. Я понял, Лац. Да. Откуда едете? Что у нас? В регистрации? Да. Баланс уже активизируется, да? Да. Ваши права. Разнесло, чего рука едет. Все, давай. Инспектор ДПС. Служебное удостоверение ваше сначала покажите. Товарищ лейтенант полиции Степанов Юрий Николаевич, командир отделения. Так. Действительно до 25-го года. Помба, прибор покажите, пожалуйста. Еще раз, еще раз. Помба есть? Все, понял. Давай. Ветопропускаемость у нас должна быть 70%. Ветопропускаемость у нас должна быть 70%. По отношению вас осталось к конструкционным материалом. По 12 скупи, часть 3. Примодельно. Все, выходит, раближет. Субтитры создавал DimaTorzok Так, я был остановлен с нарушением правил дорожного движения Менею трех метров от сплошной линии разметки 1-1 Не имею Против регистрации, Касавертовский район Квартир нет? Нет Проживаете по месту регистрации? Да Работаете официально? Полицейский Вы же сказали мне, что протокол вы пишете А что, протокол написать? Вы не согласны будете с этим нарушением? Нет, вы сказали, что вы протокол на меня вынести Постановление? Нет, почему постановление? Может я оспаривать буду? Хотите, я протокол составлю? Ну вы уже мои права лишили полностью Я сейчас могу ходатайство заявить? Конечно, сейчас можете здесь написать не согласен Я сейчас напишу протокол и все Так вы как, одно и то же лицо? Вы сами себе направляете материал? Зачем? Нет Здесь никакой суммы Я этот материал прилагаю и протокол Здесь вы просто пишете не согласен То есть это решение никакого не будет Так, постановление выносится признанным и виновным Понимаете? Вот вы можете здесь написать не согласен Протокол составьте, пожалуйста Хорошо 51 статья За копию будет расписаться? Конечно Если дадите копию, вводите Если распишите, конечно дадите Не-не Вы копию дайте? Полностью оформите протокол? Копию дайте, я распишусь в оригинале Все Я потом ничего не добавляю Эти копию я вам отдам Смотрите, вот статья 51, которую вы сейчас воспользуете Здесь распишетесь Конечно, распишетесь А вы мне разъясняли положение статьи 51? Где вы можете не следить про себя, либо своих бедствий Перед опросом Я сейчас еще не расписались из-за нее Ну и что? Вы же административное дело же начато уже? Конечно Так надо было перед опросом меня разъяснить на права А вы мне просто прояснили, что воспользуясь в 51 статье До этого все нормально было Нет, подождите Вы административный материал в отношении меня начали? Конечно Производство дело начато? Нет еще Как? А вы еще не расписались Ничего Когда я расписываюсь, она уже заканчиваем считается? Нет А когда начинается производство Я сейчас пришел к вам знакомить Ну, я буду расписываться И за копию, и 51, и 25.1 Вы мне разъясняли даже? Да, сейчас вы разъясним А, да, сейчас будет разъясняться? Да Так А, да, сейчас будет разъясняться Ага А, да Вот, смотрите Статья 25.1 Лицо, в отношении которого вводится производство дела от стратегического нарушения Праве ознакомить за всем материалом делу, давать объяснение, представлять доказательства, заявлять хозяйство и отводы пользоваться юридическими помидами защитника, а также иными профессиональными кодексами и соответствующими кодексами Дело от стратегического нарушения рассматривается участием лица в отношении, как ведется дело от стратегического нарушения Отсутствие лица может рассматривать, если имеется данное надежащее извещение лица То есть вас должны сначала уведомить, а потом уже рассматривать Если вы не явились, могут рассматривать без вас Судья, органы блаженского лица рассматривает дело от стратегического нарушения, праве признать обязательное присутствие или перерассмотреть дело в отношении, которое ведется к данным производствам по делу 132 пункт читали? Вы же сотрудник ДПС? Конечно Там как написано? Перед опросом лица Все, что вы сейчас сделали, это должны были перед опросом лица сделать Там вот это и написано Так, время скажите, пожалуйста, девочки Сколько? 15-20 Так, сегодня число? 14-е февраля 15-30 Время 15-30 Время 2021 год Время 15-30 Время 15 часов 30 минут Так, кому? Сотруднику полиции ДПС чего? Уйди в ДУД О Гей Б Д Р Р Р Р Напишу, вот так что Так Старший лейтенант Как вам? Как вам? У? У? Как вам? Я знаю, вы полностью закончили картакол, дайте я распишусь. Здесь напишешь, что с нарушениями согласна. Я вам копию, хотя за копию здесь можете расписаться, я вам копию за учет. Так, копию по такому получил. Это 151 внизу, а там нет. Тихо, эх, ха-ха-ха-ха. Так, 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 так. Он сделал этот пальчик, у вас там копию получил. Я понял, подождите. Здесь, да? Хотя кто-то первый, да. Так, где же собакой стоишь? Смотрю. Сейчас. Протакал. Так, объяснили. Чтобы не видно было. Объяснили лица. Сейчас я не пишу. Потому что под уклоном мне было не видно, что происходит. Деморовато. Если деморовато чуть ли не ложью кодки, ты пьешь в стол. Здесь тоже должно быть место для ходатайства. А, вот оно, да. Прошу по месту жительства, либо по месту там регистрации. Да. Мелко надо писать, здесь у вас мало места. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь копия протокола, сейчас я вам ее вручаю при вас. Давайте вот так делаем, полицейский. Здесь написано, копию протокола получил. Если вы полностью оформили материал в отношении меня... Можно фотографировать, да. Конечно, я буду фотографировать. Хотя в копии там все тоже будет. Ну, на всякий случай. Оригинал я сфотографирую. Чай, чай. Ну, хотя, конечно, копию у нас и делаются для того, чтобы... Вот. Бывали случаи... Вот, например, в Кизелюрте был такой случай у меня. Полицейский попросил меня расписаться за копию протокола. Я роспись поставил, и он пропал. Поверьте мне. Давайте так сделаем. Вы мне... Не-не, копию дайте, я сразу тут же распишусь. Дайте, она потому что... Она же моя. Копия же моя, правильно? Можно сами оторвать ее. Нет, смотрите. Могу оторвать? Да, нет, сначала только распишитесь. Нет, давайте так, полицейский. Копия моя. Я с ней что угодно могу сделать, правильно? Я ее могу выкинуть. Оторвите, дайте мне копию. Я ее в оригинале распишусь. Я видеозапись веду, поэтому... Да я тоже веду. Ну, вы должны были предупредить меня о том, что ведете видеозапись. Я вас тоже хочу пояснить, что данная запись может распространяться только для разбирательства там в суде или где-где, но никак где... У вас есть право на обжалование моих действий. Если я опубликую ваши действия, жалобу поводите на меня. Уголовная ответственность. Либо уголовная ответственность. Ух ты, интересно. Смотри, где вы там разместитесь. В ютубе, например. Я такое согласие вам не даю. Все, это же ваше право. Как и ваше. О, а тебе я в оригинале у вас распишусь. Давай. Найдите, пожалуйста. Так, а где мои? Здравствуйте, я здесь по-моему. Так, копию протокола получил. Да. Все честно. Нет, зачем? Я никогда не обманываю. Здесь будете, что не согласны с нарушением? Конечно, дайте. Просто снизу прям можете пояснить. Сейчас, сейчас. С нарушением не согласны. Отпуто 50 отказываешься. Отпуто 50 отказываюсь там. Заткайте, пожалуйста. Так, я вам сейчас покажу, где я за копию. Вот, копию постановления. Первый строчек вот сочетается. Копию постановления получил. Может здесь расписаться. Чисто за копию только. Сейчас накрываю и ламу вручаю. Я думаю, что я же удалю. Вроде протокол удали, поэтому я вам доверяю. Нет, зачем вы? Ваши расходы. Полицейские, а где мои документы? Документы оставил, говорит, до свидания. На молодец. Вот всех расставчиков. Телефон вручную. Так, страховой полюс у вас. Да, да. В связи с регистрацией и водительским всем. Всего доброго пути вам. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok